Телевикторина, джентльмены. Что такое ремень? Очевидно, это ремень, это пряжка, это техническое название. Ребята, я готов поспорить, что ремень это самый недооцененный в использовании аксессуар в мужском гардеробе. Как я могу так говорить? Потому что большинство мужчин следует базовому правилу, они подбирают ремень к обуви, и чтобы пряжка совпадала с другими металлическими аксессуарами. Но существует так много ремней и пряжек, вы должны понять, что ремень может оживить гардероб. Это не просто штука, которая поддерживает ваши штаны. Сегодня я вам дам самое полное руководство по ремням. Чтобы сделать это видео проще, я его разделил на три части. Мы поговорим о пряжках, затем обсудим ремни, их виды, и в конце поговорим о размерах. Первый стиль пряжки, который мы рассмотрим, будет рамочная пряжка. Она самая простая и одна из первых. У нее простой и формальный дизайн. Так вы можете увидеть, что тут металлическая рамка, почти квадратная, но все-таки больше прямоугольная. Еще одна отличительная черта – это зубец. Зуб сделан из такого же металла, и он удерживает ремень. Обычно в конце ремень более узкий. Также ремни отличаются по отверстиям, за которые крепится зубец. Что ж, это самый распространенный тип. Второй стиль – это пластина. Это самый легко узнаваемый стиль пряжки из-за огромной пластины. Под пластиной есть крюк, который цепляется за ремень. Почти как в предыдущей системе, но все-таки по-другому. Это повседневный стиль. Мы это видим в западном мире. По его пряжке мы можем понять, на каком родео он ее выиграл. В западной части очень любят пряжки на ремнях. В байкерской культуре пластинные пряжки тоже очень популярны. У них разнообразный дизайн, обычно используется для декораций. Третий тип – это с системой настройки. Такие ремни не используют ни зубчики, ни крюки. И если посмотреть на сам ремень, то в нем нет отверстий, а вместо них есть такая ступенчатая система. Многим она нравится, так как можно настроить очень тонко под себя. У такой системы более 30 шагов. Ремень легко скользит по ступенькам, и можно слышать щелчки, когда он делает каждый шаг. На пряжке есть кнопка спуска. Вот как он работает. Между прочим, это ремень Энсон Белт. Они мои партнеры и спонсоры этого видео. Я с ними работаю уже 8 лет. Ребята, вам стоит познакомиться с тем, что Фрэнк и Дэвид, отец и сын Энсон Белт, делают. Это невероятные вещи. У них сейчас подарочная акция, в которую входит 3 пряжки и 2 ремня. Или можно заказать 2 пряжки и 3 ремня. Из такого комплекта можно сделать 6 разных ремней. Просто посетите их сайт и посмотрите на все разнообразие пряжек и ремней. Увидите все возможные комбинации, которые можно составить. Возможно, вы сначала будете сомневаться купить себе один такой ремень, но вы просто посмотрите на их гарантию. Она пожизненная. Это самая большая причина, по которой я люблю эту компанию. Я знаю случаи, когда ребята укорачивали слишком сильно ремни. И знаете что? Они им высылали новый ремень. Если говорить о функциональности ремня, и в какой-то момент пряжка перестает работать, просто отправляешь им ремень, они ее заменят, никаких подводных камней. Они просто дают пожизненную гарантию. Вот что мне в них нравится. Это настоящие живые люди, так что обязательно посетите их сайт. Ссылку я оставлю под видео. Одна из моих любимых компаний. Следующий стиль пряжки – это коробочка. Она металлическая, полая внутри и имеет сквозные концы. Ремни с такой пряжкой чаще всего тряпичные. Кожа и синтетика не используются потому, что они будут выскальзывать. Эта пряжка работает так. Конец ремня вкладываем в металлическую коробочку и протягиваем. А для фиксации используется натяжение. Именно поэтому важно, чтобы ремень был тканевый. И это работает очень хорошо. Такие ремни используются военными. Он может быть мокрый или грязный. Он легко моется и относительно дешевый. Пятый тип пряжки – в форме кольца. Это одни из самых древних и самых простых типов пряжек. Они часто используются на повседневных ремнях. Такую пряжку вешают на плетеные ремни. Он затягивается просовыванием ремня через кольца. Джентльмены, давайте теперь поговорим о самих ремнях. О расцветках, о материалах и с чем их можно носить. В общих чертах, чем темнее цвет, тем более он формальный. Чем светлее цвет, тем более повседневный ремень. Все эти ремни кожаные. И кожа как материал самый официальный и формальный по сравнению с остальными. Давайте пробежимся по различным видам и типам, которые мы тут видим. Вот этот ремень, он самый повседневный. Посмотрите на его дизайн и текстуры. Это все делает его более повседневным, чем похожий по цвету ремень, но без узоров. Просто усвоите, чем проще ремень и чем темнее его цвет, тем больше он будет подходить для формального мероприятия. Что насчет необычных ремней? Как вот этот вот. Этот ремень, не важно с чем его носить, он будет выделяться. Он отлично подходит для празднования Дня Независимости. Но это точно не для формальной беседы. Это забавный ремень. Все эти ремни у меня от Энсон Белт. Теперь давайте поговорим о материалах для ремня. Первым у нас была кожа по определенным причинам. Мужчины тысячелетиями использовали ее для ремней. Она прочная, надежная, и ее легко было достать, и она себя зарекомендовала. Поэтому кожу чаще всего используют для ремней. Давайте рассмотрим различные виды кожи. Телячья кожа – одна из топовых типов. Используется на дорогих ремнях. Очень мягкая и гибкая кожа. Правда, не такая прочная, как бычья кожа. Бычья кожа – эти ремни более толстые и плотные по составу. Также более прочные. Их называют еще рабочими ремнями. Ремни из бычьей кожи – одни из самых распространенных ремней. Следующие типы – это экзотическая кожа. Кожа ящериц, крокодилов, аллигаторов, страусиная или змеиная кожа. И много других. Потому что кожа есть не только у коров. Кожу других животных также используют. Плетеная кожа – это очень красивые ремни для стиля кэжуал. Возможно, слишком выделяющиеся с костюмом, но со спортивным пиджаком выглядят просто хорошо. В таких ремнях обычно используется рамочная пряжка. Они легко настраиваются по размеру, так как зубец можно продеть в любом месте между сплетениями. Еще один тип кожи – это замша. Ремни из замши нечасто увидишь, и их тоже используют в стиле кэжуал. И, наконец, последний тип – это мастерские ремни. Такие ремни чаще всего можно видеть в западной части. Гравированные, разрисованные прямо по коже. Обычно они сделаны из толстой бычьей кожи. Давайте теперь поговорим об искусственной коже. Если говорить о ремнях из кожзама, то я рекомендую покупать очень качественные ремни. Вы точно не хотите покупать дешевый кожзам, потому что он станет очень быстро трескаться и выглядеть дешево. Если вам не нравится кожа, просто подумайте об альтернативах. Тканевые ремни. Они мне нравятся. Они прочные. Если они испачкаются, их можно постирать. У них богатый выбор расцветки. Чаще всего они не подходят для формального события, но вы можете подобрать один черный ремень. Если не хотите носить кожаный ремень, то подберите стильную пряжку и вуаля. Это важно, так как чаще всего такие ремни идут с пряжкой в форме коробочки. Это такой армейский вариант. Эти ремни от Ensign Belt. У них есть различные виды пряжек. Можете попробовать такую или вот эту с оттенками черного или более светлых тонов для нарядности. В конце концов, можно всегда попробовать отличную пряжку. Мне нравятся тканевые ремни из-за большого количества цветов. Следующий материал – это ленточные ремни или из тесьмы. Они немного отличаются от тканевых тем, что сделаны из синтетики. У них нет такой цепкой поверхности, как у тканевых, и они не работают с коробчатой пряжкой. Так что с такими ремнями обычно используется кольцеобразная пряжка. Следующий материал, который мы обсудим, используется в морфлоте. Это веревка. Для моряков веревка подойдет куда лучше кожаных ремней. Потому что когда кожа намокает, потом высыхает снова и снова, то она теряет свою гибкость. Она начинает трескаться и рваться. У веревки таких проблем нет. Ее можно стирать или отдавать в химчистку. Поэтому это отличный вид ремня. Давайте поговорим о том, как подогнать размер ремня под себя. Для этого вам потребуется измерительный метр, чтобы измерить свой пояс, записать размер. Это именно тот размер ремня, который вам надо будет купить. Возможно, звучит просто, но не все так легко. Я ношу ремень 34 размера, и у меня пояс 34 дюйма. Но если посмотреть на джинсы, то у них размер 32-32, и у брюк то же самое. Почему так? Это происходит, потому что они используют размеры лекала, а не мерки вашего тела. Следовательно, это основная проблема при покупке ремней в интернете, так как люди покупают их обычно маленького размера. Ремни измеряются от основания пряжки до центрального отверстия. В моем случае это будет 85 сантиметров от этой точки до этой точки. Другой вид размера у ремней – это их ширина. Если это 2,5-3 сантиметра, это будет ремень для формальных случаев. Все, что больше этого, уже относится к кэжуал-ремням. Что ж, на этом все, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Вы узнали что-то новое, и теперь сможете найти себе подходящий ремень. Посмотрите на различные виды ремней и пряжек. Это крутой аксессуар. Пишите комментарии, ставьте лайк, делитесь этим видео с другими, и, конечно, посмотрите, что есть у Enson Belt & Backel. Я оставлю ссылку под видео. Даже если у вас размер 50 дюймов или 26 дюймов, они вам пришлют ремень. Вы просто его порежете под свой размер и готово. Или, если что, как я уже говорил про того парня, который порезал слишком коротко, они ему прислали новый ремень. Отличный, ребята, и сервис. На этом все, ребята. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...